Всем привет, друзья! С вами Dima One Point, это Need Wars Beat Payback и Суперкомплектация. Да, ребята, я немножко прибавлел, поэтому ролики практически не выходили, я делал трансляции, и на одной из трансляций я говорил то, что буду фармить бабки для суперкомплектации. И как вы видите, у меня теперь есть 2 миллиона 945 тысяч, и я могу нормально наконец-то снимать, ну, получается, как шоу, что ли. В общем-то, сегодня мы будем смотреть все суперкомплектации на Nissan Fairlady Z240ZG. И, в общем, это очень крутая тачка, она реально очень хороша и очень красива, у нее офигительный дизайн, но для начала мы находимся в дилере для бездорожья, а это значит то, что наша первая суперкомплектация, которую мы увидим, это суперкомплектация для бездорожья. И, ребята, сразу хочется сказать вначале, я больше не буду брать машины под суперкомплектацию для погони, потому что в погонях просто нет суперкомплектации, как показала практика, и тратить деньги на машину, потом плюс на прокачку ее спидкартами до 366 уровня, это вообще никакого смысла не имеет, поэтому погони у нас теперь больше не будет, потому что, ну, там нечего реально смотреть, просто тупо нечего. Поэтому у нас будут теперь все суперкомплектации без погони, ну, надеюсь, все поняли. Короче, машина стоит 43 150, это, ну, опять же, не очень дорого, несмотря на то, что это довольно-таки прикольная реликвия, и эта машина очень хорошо себя чувствует в дрифте, но, тем не менее, для того, чтобы немножко отойти от стереотипов, она очень хорошо себя чувствует в дрифте и очень хорошо себя чувствует в гонках, поэтому я ее взял под бездорожье, и мне кажется, это очень интересно. Во-первых, мне хочется сейчас на ней прокатиться, просто посмотреть, как она себя ведет в таком вот бездорожном стиле. Так, режим подвески давайте пожестче сделаем, ну, и все остальное трогать, чтобы не будем. Баланс сцепления просто назад сделаем. И погнали кататься, поставим точку, нам нужно сейчас доехать до магазина, до мастерской, и купить спидкарты, чтобы у нас тачка стала 366 уровня, потому что, я напоминаю, суперкомплектация у нас открывается на 300 уровне. Ну что же, поехали. Я вижу у нас пистограмм, который показывает, где находится наша мастерская, и, блин, что я могу сказать, реликвии это какие-то уникальные автомобили, потому что, ну, даже сейчас на тачке, которая, ну, как бы, она идеологически вообще никак с бездорожьем не связана, потому что все-таки это задний привод, японец, все дела. Но в данном случае в NFS Payback'а она вполне себе нормально по полям катается, держит там 140 км в час, и чувствую, она будет гонять еще лучше, если мы ее напихаем спидкартами. Но, опять же, у нас передача не про это, мы не смотрим, как тачки на самом деле там едут хорошо или плохо в определенной комплектации, мы просто смотрим на эти суперкомплектации, как они выглядят, чтобы, в принципе, знать, что они, как бы, вообще видоизменяют у автомобиля, потому что не все суперкомплектации, как мы уже могли понять по двум выпускам этих видео, этого цикла видео, то, что они что-то там как-то прям сильно меняют. Например, вот для дрэга иногда прям очень все хорошо, а для каких-то других вещей, например, для гонок, не совсем суперкомплектация какая-то интересная. Ладно, в общем, покупаем за 180 тысяч 16-го уровня спидкарты, ставим их, и смотрим, что у нас вообще с машиной, что получается. Заметьте, уже в отличие от, например, того же Мустанга, у нас мощность не прыгает сразу в 1000 лошадей. У нас остаются какие-то такие довольно-таки скромненькие, по меркам игры, 689 лошадей, максималка зато у нас уже 327 км в час, с нуля до сотни 1.97, 1.4 мили 9.17, нитра 3.6, ну, короче, блин, на самом деле спидкарты 16-го уровня ничего особо не делают, ну и, в принципе, понятно все. Так что, я думаю, под бездорожье эту тачку брать, ну, вообще не имеет никакого смысла, даже если поставить спидкарты 18-го уровня, машина, к сожалению, не такая мощная, как ее собратья. Тот же, например, Форт Мустанг. Форт Мустанг у него там 1000 лошадей вообще на изи, уже на 16-м уровне спидкарт, и, в принципе, ну, тачка прет, ее, как бы, многие берут под бездорожье. Ну, а тут, что я могу сказать, она хорошо управляется, хорошо едет, но мультиплеере, конечно же, ей не будет хватать именно, наверное, своей скорости, чтобы догонять соперников в мультиплеере. Ну, короче, я думаю, вы поняли. Что же, мы заехали в гараж, и давайте сейчас посмотрим на суперкомплектацию, которая у нас для бездорожья. Ребят, естественно, напоминаю то, что вот так вот ездить из автосалона до мастерской, а потом из мастерской до гаража я не буду со всеми суперкомплектациями, это только сейчас, чисто показательно, чтобы вы понимали, как это все работает. Итак, ребята, суперкомплектация для бездорожья. Я, честно говоря, сам ни разу не видел 240-ю в суперкомплектации для бездорожья, поэтому для меня это сейчас будет тоже маленький шок. Ну, в принципе, ну, ну, не знаю. Ну, давайте поставим сейчас все это, посмотрим. Ну, вот что-то, конечно, есть, но я бы не сказал, что тачка стала прям какой-то супер бездорожной. Не знаю, не знаю. Ну, кенгурятник на месте, все на месте, выпирающий суперчарджеры из-под капота тоже на месте. Вроде как и прикольно, а вроде как вот, ну, смотришь, например, на жопу, и понимаешь, что, ну, такая жопа, она больше всего под рифт подходит. Ну, типа, какого фига вообще странно все это смотрится. Но, ну, в принципе, ну, в принципе, вроде как и бездорожье, да. Каркас безопасности, естественно, добавился, потому что мы поставили суперкомплектацию. Естественно, мы хлопные трубы у нас, получается, выпирают по бокам автомобиля. Все это круто, но она не выглядит как-то суперагрессивно, как выглядят остальные тачки в суперкомплектации для бездорожья. Взять тот же недавно добавленный Pontiac Trans M, Aston Martin DB5. Они прям такие жутко агрессивные становятся. А эта, ну, она как бы вроде бы и бездорожная, а вроде бы, знаете, больше как будто под ралли. То есть у нее, опять же, не очень высокая подвеска. Ну, ну, не знаю. Ну, вроде бы и прикольная суперкомплектация, а вроде бы и нет. Ну, в общем, все это остается на ваше усмотрение. Ну, а сейчас я вам покажу суперкомплектацию для гонок. Мне кажется, у меня эта серия будет максимум экономная, потому что в Fair Lady Z я очень сильно люблю эти автомобили, особенно 240-ую. И, как вы помните, я однажды ее вот делал вот в такую. Вариант под One Gun Midnight, под аниме. И, в общем-то, тачка уже 399-го уровня, поэтому, получается, мне ее покупать не надо было. Она у меня уже как бы была купленная. Она у меня уже прокачана. Поэтому сейчас мы просто заходим и посмотрим, какую нам предлагают суперкомплектацию для этого автомобиля. И, в общем-то, машина в суперкомплектации для гонок вылетит вот как-то вот так вот. И, ну... Ну, не знаю. Все-таки, мне кажется, мой вариант под One Gun Midnight смотрится намного лучше, потому что этот спойлер сзади неказистый какой-то огромный. Кстати, чарджер, вы заметили то, что находится теперь вот здесь, вот сзади, прям в багажнике? Это, ну, это просто максимально крипово, потому что, ну, типа, какого фига? Он должен заглатывать воздух внутрь хоть как-то, ну, захватывать туда. А у нас вот здесь лобоуха. И просто, ну, представьте, если машина будет, ну, в реальной жизни в такой комплектации, то насколько жарко будет в салоне и насколько невозможно будет так ездить. То есть вот эта суперкомплектация, она максимально абсурдная, максимально странно выглядит. И причем, ну, как бы непонятно, какого фига двигатель там спереди, ну, по сути, получается, раз чарджер спереди находится у нас, а тут чарджер находится сзади. И, типа, ну, получается то, что движок находится сзади. То есть вообще очень странно. Поэтому, ну, вот такая вот суперкомплектация. Опять же, ребята, все на ваш суд. Я вам напоминаю то, что какая вам больше всего нравится комплектация, обязательно пишите в комментариях. И уже там пролайкиваете тех людей, которые написали про ту суперкомплектацию, про которую вы хотели написать. И в следующей серии мы будем уже более детально прокачивать автомобиль именно в той суперкомплектации, которую вы выбрали. Блин, слишком много повторений. Но что поделать, этого не избежать в таких видео. В общем, для гонок у нас вот такая. Тут написано визуальная модификация. Вот такая визуальная суперкомплектация модификация. Ладно, погнали, короче, смотреть на суперкомплектацию для дрифта. Опять же, напоминаю то, что у меня эта серия получается самой экономной. Потому что тачка для дрифта у меня также была. Она одна у меня из первых вообще автомобилей, реликвий, которые я прокачивал. Максимальный уровень. И все это сделано из-за того, что эта тачка очень хороша в дрифте. И она одна из лучших. Поэтому я всегда всем советовал, если вы проходите карьеру в Ниссар Спид Пейбэк, и вам нужна тачка для дрифта, то просто находите реликвию Ниссан Фэриледи 240З. И потом уже ее сразу же прокачиваете под дрифт. И она будет хороша и вытянет просто вам все соревнования, которые есть в карьере. Так что, ладно. Прокачано оно у меня немножко по-колхозному. Но, ребята, это все-таки мой один из самых первых автомобилей в игре. Поэтому вкуса особого у меня не было. Это у меня потом более-менее выработался. В общем, смотрим на суперкомплектацию для дрифта. Ну и, в общем, суперкомплектация для дрифта выглядит даже немножко симпатичнее, чем то, что я налепил на автомобиль уже сам. В общем-то, выхлопные трубы у нас вылетают прям сразу же из двигателя. Вылезают. И двигатель, смотрите, в этот раз он тоже спереди. Ну, я не знаю, что такое. Не знаю реально, что за фигня. Ну и, в общем, я уже говорил как-то об этих трубах. И я все время не понимаю, почему суперкомплектация, их разработчики, их сделали, что вот они сбоку выпирают именно в комплектации для дрифта. Ну, типа, что за фигня? Зачем? Это очень хорошо идет, если тачка в суперкомплектации для дрэга. Ну, для дрифта. Кстати, у нас тут затонированные фары. Ну, фары получают затонированные. Это я, наверное, ставил. Ну, ладно. В общем, как-то вот так вот выглядит. И, знаете, я вам могу сказать, что это, наверное, самая простецкая суперкомплектация, которая вообще могла быть. Но, тем не менее, смотрится довольно-таки симпатично. Тут видно то, что разрабы, видимо, не захотели перебарщивать. Подумали, ну, типа, мы уже и так перебарщили там в суперкомплектации бездорожья и для дрэга. Поэтому, ну, нафиг. Ну и, в общем-то, раз мы тут так разговорились про суперкомплектацию для дрэга, давайте на нее сейчас и посмотрим. А вот как раз суперкомплектации для дрэга у меня и не было. Поэтому сейчас покупаем тачку и прокачиваем ее до 366 уровня. Не знаю почему, но все же для гонок по прямой здесь сделаны самые крутые визуальные апгрейды. Ну и я надеюсь, то, что сейчас суперкомплектация для дрэга на вот этой FireLady Z не подведет и будет очень крутая. Ну и в целом, на самом деле, мы уже все знаем, что она будет очень крутая, потому что эта суперкомплектация виднелась на многих всяких первых скриншотах игры. Ну и, в общем-то, сейчас мы увидим все это воочию. Давайте переходим. И суперкомплектация. Ага, слушайте. То есть, смотрите. Окей, давайте купим эту суперкомплектацию. Это что у нас получается? Автомобиль для бездорожья не с самым большим клиренсом, а для дрэга просто с огромным клиренсом. Просто пипец, какая высокая она становится. Но, конечно, опять же, спереди это все так выглядит за счет того, что колеса спереди для дрэга довольно-таки маленькие стоят. Но, тем не менее, вы посмотрите, у нее реально становится клиренс, ну прям огромный. Она становится диким внедорожником. Ну, в общем, вот такая вот суперкомплектация для дрэга. Как всегда у нас появляется каркас, чарджер остается спереди, а не сзади, как это было в суперкомплектации для гонок, потому что смотрелось это, ну прям крипово, откровенно говоря. Появился у нас тут кулек небольшой. Вот тут он у нас висит. Видно, видно его. Ну и, в общем, как-то так. Вот опять же, выхлопная система, про которую я и говорил. То есть, ну какого фига в дрифте, вот она не нужна. Здесь она смотрится, но не в дрифте. Ну и, в общем-то, блин, тачка становится, скорее всего, супер агрессивной. Каркас, этот огромный дрэговый спойлер. Сзади у нас вот эти вот помогающие салазки, колесики. Вот это вот сзади, вот эта штука, вот как она называется вообще? Это же получается как что-то там для вилли. Я так понимаю, то, что это, чтобы машина на вилли не вставала. Ну, в общем-то, что, я это давно знаю, что тут есть специальные колесики, чтобы машина не вставала на вилли. Но, опять же, я не понимаю смысла в колесах, потому что стилистически они, конечно, выглядят круто. Тачка становится прям такая вот, как будто видно подготовленная для дрэга, все дела. Но, опять же, зачем? Когда практически в каждой второй дрэговой гонке там есть дополнительная ставка на вилли, а из-за них вилли у нас длительная не получается. Ну, короче, такое себе. В общем, ребята, жду ваших комментариев, что там по поводу дрэга. И, в общем-то, это, кстати, все у нас, ребята. Мы посмотрели все суперкомплектации, которые возможны на этот автомобиль. Но в конце мне все-таки не хочется заканчивать серию, поэтому сейчас я просто поеду в мультиплеер и немножко покатаюсь на вот этой вот Nissan Fairlady Z, которая у меня прокачена под гонки. Посмотрим, насколько хороша она будет в мультиплеере вместе с чуваками, которые будут разъезжать на ригерах и на прочих быстрых автомобилях. Окей, короче, погнали! Сразу же хочу сказать то, что вот такая вот проверка машины в каком-то классе будет не всегда только на тех тачках, которые у меня уже прокачаны в максималку. Ну и, в общем-то, ребята, эта машина уже давно напрашивалась на то, чтобы погонять в мультиплеере. Ну и, в общем, все как-то плохо с лобби, на самом деле. Я нашел просто обычные спидлисты, но, тем не менее, тут ребята оказались довольно-таки прокачаны. И, как видите, вот даже тачку спереди я что-то не совсем могу догнать, но Ригера, Ригера просто вылетела и сбила почему-то этого чувака. Я не знаю, почему они решили так само ликвидироваться, но, тем не менее, благодаря этому я еду более-менее сейчас первый. И, главное, в камушки не улететь. Главное, не улететь в камушки, но что, что у меня с управляемостью? Я почему-то думал то, что машина из One Gun Midnight будет очень хорошо управляться, но, тем не менее, она достаточно неплохо едет по прямой. достаточно неплохо, но если сравнивать с Ригерой, то, конечно, ей это на плоховато, потому что, опять же, все те же самые 372 километра в час, 382, если я буду использовать нитро, но это все такое себе. Сейчас мы вот тут немножко бочком проедем, чтобы нитрушечка заработать, но, в общем-то, на удивление, особо никто не догоняет, я там вижу то, что кто-то приближается, но он все равно достаточно далеко, и если я буду использовать нитро, то мы уезжаем от него на изи. 310 метров предыдущий соперник, кто сейчас на втором месте, но, опять же, говорю, я бы не был сейчас на первом месте, просто если бы они там не решили самоликвидироваться, это был очень опрометчивый поступок, но, тем не менее, вот этот вот Карбач приближается к нам, и, чувствую, едет он именно по нашу душу, и хочет нас ликвидировать точно так же, как ликвидировал соперника там, но посмотрим, а может быть и нет, в общем, нас уже дико догоняют, я не знаю, что это за автомобиль, потому что, судя по всему, напрямых он жгет очень мощно, и это у нас, конечно же, Регера, но вот, ну, как без этого-то, Регера, это вот вечные автомобили, которые, но, постоянно напрямых, но с ними невозможно никак соревноваться, но, тем не менее, тут, это не одна Регера, поэтому, вполне себе, все неплохо выглядит, единственное, этот чувак, еще хорошо, я смотрю, знают трассу, то есть, когда мы играли на стриме, некоторые этот раз, видимо, не знали, и вот там вот был такой поворот, очень хитрый, там можно в стену прям влететь, если неправильно войти в этот поворот, но, здесь, как вы видите, чувак, там первое место, который сейчас приехал, он этот раз узнал, поэтому, и не ликвидировался, в общем, вот сами сейчас видите, какие уровни у парней, так что нашли плюс-минус мне нормальных соперников одинаковых, и это хорошо, ну, а тачки, ну, сами видите, какие тачки, две Регеры, Firebird Trans M, который, но 100% никуда не едет, M5, ну, плюс-минус, что-то куда-то, может быть, и едет, GTR Premium еще есть, ну, и давайте голосовать, ну, тут уже у нас будет следующее бездорожье, ну, в общем-то, я думаю, одной гонкой вполне себе было видно, как у нас эта тачка едет, но, а сейчас давайте мы перейдем к тому, что прокачаем Ford Mustang под бездорожье, потому что в предыдущем видео вы выбрали именно эту суперкомплектацию, погнали. Изначально я видел то, что самый залайканный комментарий это для Дрэга, но, ребята, ну, ну, как бы зачем для Дрэга, потому что, во-первых, я говорил, эта машина у меня уже была во время прохождения, ну, и, типа, зачем мне еще, одну делать такую же тачку для Дрэга, это странно, а вот потом был самый, на втором месте залайканный комментарий это для бездорожья, поэтому для бездорожья мы сегодня и будем сейчас доделывать этот Ford Mustang, и так, давайте посмотрим, что здесь можно убрать, что можно добавить, что можно поставить, и так, прожектор, мне почему-то хочется поставить вот этот вот прожектор, вот такой вот, потому что спереди у нас кругляши, тут тоже хочется сделать кругляши, потом фары, фары тут особо ничего интересного такого нету, поэтому оставляем их затонированными, а вот боковые зеркала хотелось бы поставить вот какие-то, наверное, вот такие, да, вполне себе, хотя это смотрится немножко странновато, но, тем не менее, так, пороги, пускай остаются такими, бампер, мне тут тоже все нравится, можно попробовать сплитер посмотреть, в принципе, можно вот такой вот небольшой сплитерочек поставить, тоже вполне себе, насчет решетки радиатора, тут все хорошо, ее и не видно за этим огромным кенгурятником, поэтому, можно по идее посмотреть, какие еще у нас огромные кенгурятники нам предлагают, но, в принципе, вот это вот смотрится тоже неплохо, но мне нравится вот такой вот больше, так, что у нас с жопой, да с жопой вроде бы все нормально, тут даже менять особо ничего и не хочется, можно только посмотреть на задние бампера, но, по идее, по идее, можно поставить вот такой, потому что тачка у нас все-таки для бездорожья, так, ну и, естественно, естественно, покрышки, потому что я прям не могу, чтобы они были такими, ну, как бы, я не знаю, ролейными, мне нужно более, чтобы они были жесткие, чтобы прям агрессивны, да, вот такие, прям настоящие говномесы, так, и здесь тоже хочу поставить настоящие говномесы, только я пошел не туда, в диски я зачем-то пошел, так, и вот они, вот они настоящие говномесы, шикарно, шикарно, но и выхлопная труба, опять же, я все время говорю, то, что мне такая совсем не нравится, можно ли тут какую-нибудь чуть-чуть хотя бы другую поставить, но, пускай будет, я думаю, вот такая вот, как-то это хотя бы, ну, хотя бы как-то под бездорожье, что ли, смотрится, не знаю, давайте поставим, ну, естественно, клиренс, клиренс мы, к сожалению, не можем отредактировать, ну, ладно, осталось совсем мелочь, осталось найти только какой-нибудь прикольный винилка под него, так, что у нас есть по прикольным бездорожным винилкам, а тут у нас ничего такого особо нету, кроме, наверное, вот такого, почему-то все делают в таком жутком ред луке, вообще, винилы под бездорожье, ну, и в целом, конечно, этот винил смотрится очень и очень круто, но, блин, конечно, он очень такой заюзанный, его все абсолютно ставят, поэтому я не хочу его ставить, так, что у нас есть еще, есть вот такое, но это, конечно, совсем перебор уже, так, что еще есть интересного, о, ну, вот это мне нравится, тоже типа ред лук, но при этом как будто из разных частей автомобиля собрано, ну, и, в принципе, мне кажется, такой стиль тачки для бездорожья подходит очень даже, и, главное, посмотрите, фондыра вообще прикольные, как будто, ну, тоже с другого автомобиля снято, и это, это классно, классно, так, все, применяем все это к автомобилю, и, в общем-то, ребята, вы выбрали тогда, получается, бездорожье, я прокачал, вот так вот у нас машина теперь выглядит, мне все нравится, просто офигительно смотрится, ну, и ждите, когда эта машина появится на одном из стримов, или, может быть, просто я как-нибудь захочу покататься мультиплеере, как сегодня, но, правда, у меня уже желание кататься мультиплеере все больше и больше отпадает, потому что, по крайней мере, почему-то в рейтингу спидлистах, например, сегодня вообще никого не было, в обычных спидлистах вот я хотя бы несколько человек нашел, но, опять же, как вы видели, ребята катались по фану, поэтому, ничего такого не было, и, опять же, обгоняли тупо ригеры, в общем, ладно, вот такой вот мустанг, вот такая вот у нас сегодня была прокачка Nissan 240Z, надеюсь, вам это все понравилось, оставайтесь со мной, с вами был Дима Ванпойнт, не забывайте подписаться на канал, если еще этого не сделали, поставить лайкусик, это нужно прямо обязательно, ну, и, конечно же, тыкнуть на колокольчик, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok